Привет, это будет второй выпуск про то, как общаться с моделями, потому что чат GPT поменялась, только что обновилась программа и теперь он выборит текст, но еще здесь появилась в Data Controls, я не знаю, была она или нет, возможность improve voice for everyone, то есть если я выберу эту штуку, то мой голос будет, ну так, они так сейчас мой текст сохраняют, но и особенность этих многих моделей в том, что они могут читать наш текст, текст никак не шифруется, ну может как-то шифруется, но в смысле, что им нужен настоящий текст, и с голосом тоже самое, скорее всего, если наш отец будет записываться этот голос, сейчас вот проблема, например, с ударениями на русском, она более-менее исправилась за последний год, но на украинском-то вообще печально все, вот я думаю, что эта галочка, если ее поставить, включить, она со временем поможет компании улучшать ее, я пока оставлю выключенной, но это все равно, ну и что, дальше мы переходим в новый чат, и теперь смотрите, если то же самое нажать на наушники. Ребят, давай поговорим про то, как можно оценить близкие отношения между двумя людьми. Оценить близкие отношения можно по таким признакам, как взаимное уважение, поддержка друг друга в трудные времена, открытость и честность в общении, а также способность решать конфликты без агрессии. Какие из этих признаков важны для вас? Мне, смотри, давай посмотрим, как обычные люди оценивают, что у них отношения нормально идут, ну, например, муж и жена, да, какая-то пара, и потом посмотрим, как оценивают психологи, какие-то семейные консультанты. Давай начнем с того, как оценивают обычные люди. Для многих обычных людей хорошие отношения в браке или других близких отношениях могут означать чувство близости, понимание и взаимной поддержки. Они могут оценивать свои отношения по таким факторам, как общение, время, проведенное вместе, взаимное доверие и способность решать конфликты без насилия или агрессии. Что думаете об этих показателях? Мне эти показатели нравятся. Пока. Если у вас возникнут еще вопросы, не стесняйтесь обращаться. Я не говорю пока. Давай вернемся, продолжим. Мне интересно, это решение конфликтов без агрессии, то есть насколько этот показатель показывает, что отношения здоровые. Хорошие отношения могут быть здоровыми, когда оба партнера чувствуют себя уважаемыми, поддержанными и счастливыми. Ключевые показатели, такие как открытость, взаимное уважение и способность решать конфликты. Это я нажал на стоп. Ну, в общем, оно теперь выводит текст, параллельно с тем, как оно его начинает читать. И это прикольно, с одной стороны, с другой стороны, это начинает обтекать. Теперь я могу почитать текст быстрее, чем оно мне его читает. И мне как-то это не до конца нравится. Окей, продолжим. Психологи, специализирующиеся на семейном консультировании, могут оценивать качество отношений между партнерами с учетом более специализированных критериев. Они могут обращать внимание на такие аспекты, как эмоциональная интимность, уровень конфликтов, согласованность ценностей и целей, а также способность выражать эмоции и решать проблемы в партнерстве. Это позволяет им оценить не только текущее состояние отношений, но и потенциал для их роста и развития. Окей, а есть ли какие-то стандартизированные тесты, которые могут выдать оценку отношений? Да, существуют стандартизированные тесты, разработанные для оценки качества отношений. Некоторые из них включают в себя шкалу удовлетворенности браком – Marital Satisfaction Scale, инвентарь семейных отношений – Family Relations Inventory и шкалу привязанности – Attachment Scale. Эти тесты могут помочь понять различные аспекты отношений и выявить области, требующие внимания и работы. Я так понимаю, эти тесты должны пойти оба партнера? В большинстве случаев оба партнера проходят такие тесты для получения более полной картины отношений. Однако иногда один из партнеров может заполнять такие тесты, если другой партнер не готов или не заинтересован в участии. Но обычно более полезными и точными являются результаты, полученные от обоих партнеров. Окей, как часто нужно заполнять эти тесты? Частота заполнения таких тестов может быть разной и зависит от конкретных потребностей и целей партнеров. В некоторых случаях рекомендуется заполнять их периодически, например, раз в несколько месяцев, чтобы отслеживать изменения в отношениях и выявлять возможные проблемы. В других случаях, когда отношения стабильны... Вот, тут исчезла, либо я пока не нашел, это возможность нажать паузу, ну, чтобы продолжить говорить мне, потому что раньше мне очень нравилось, что я нажал на экран, и оно перестало читать, и я мог продолжить говорить. Сейчас, если я нажимаю стоп, оно просто останавливается, что, конечно, неинтересно. Давай еще раз попробуем. Может, если на текст нажать? Хорошо. А как, например, вообще люди понимают, что у них что-то не так с отношениями? Люди могут понимать, что что-то не так в их отношениях, если возникают такие признаки, как частые конфликты и недовольство, отсутствие взаимопонимания... Ну, вот я нажал на чтение, и я просто перестал читать. То есть оно продолжает генерировать... Продолжает генерировать... А, теперь меня слушают. Хорошо. Значит, у них есть недовольство один к одному, и это должно говорить, что у них что-то не так с отношениями. А если у них недовольство от каких-то внешних признаков? Если недовольство связано с внешними признаками, такими как финансовые проблемы, семейные обязанности или стресс на работе, это может влиять на отношения. Но не обязательно означает, что сами отношения ненормальные. В таких случаях важно обсудить эти внешние факторы и попытаться найти способы справиться с ними вместе, чтобы улучшить качество отношений. Каким способом семейный консультант после того, как увидит результаты этого теста, может понять, что ему делать? И так же нужно beim По результатам теста семейный консультант может определить направление работы на основе обнаруженных проблем и потребностей партнеров. А, ну, получается, снижение текста становилось звук сущения. Окей, спасибо. Так, я на... Стоп. В общем, получается, пока есть некоторые проблемы с синхронизацией, я вижу, что оно совершенно должно одновременно и читать текст, и его генерировать, оно и текст генерирует в основном, и куски какие-то аудиострима тоже, получается, вот оно сейчас подвисает, синхронизируется, и, в принципе, пока мне прошлая версия нравилась больше, где я не видел весь этот текст, который меня отвлекает, в общем, вот такое. Все, до следующего созвона с моделями. Пока.